МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Канонерский автомобильный тоннель пролегает под морским каналом между Гутуевским и Канонерским островом, являясь продолжением Двинской улицы. Впервые в СССР он сооружался с применением метода опускных секций, которые изготовлялись в специальном докшлюзе. Такая железобетонная секция, закрытая с торцов металлическими перегородками, в плавучем состоянии транспортировалась по морскому каналу к месту строящегося тоннеля. Там она опускалась на дно и стыковалась с другими, образуя единую конструкцию из пяти штук. Каждая секция была длиной в 75 метров и массой около 8 тысяч тонн. Общая длина построенного тоннеля, рассчитанного на две полосы движения, 927 метров. Его торжественное открытие состоялось в 1983 году. Канонерский остров перестал быть островом в прямом смысле этого слова, ведь подъехать к нему стало возможно на городском транспорте. А до этого попасть с одного берега морского канала на другой можно было только на пароме или на частном катере. Морской канал был построен в 1874-85 годах. Он позволяет морским судам с осадкой до 11 метров подойти к портовым сооружениям Гутуевского острова, расположенного в юго-западной части дельты Невы. До основания Петербурга он имел финское название – Витцасаари, что означало «Кустарниковый остров», потом «Круглый» и «Приморский». В середине 18 века остров был куплен купцом-судостроителем Конаном Гутуевым. По фамилии этого владельца его и стали так называть. Морской торговый порт, устроенный на Гутуевском острове, является одним из крупнейших портов России, важным транспортным звеном между Востоком и Западом. На другом берегу морского канала находится Канонерский остров. Первоначально он назывался Киссаисаари, что по-фински значит «кошачий остров». В первой половине 18 века он находился в ведомстве Адмиралтейской коллегии и назывался Батарейным. На берегу, обращенном к заливу, стояла артиллерийская батарея. В последние четверти 18-го столетия за островом закрепляется название Канонирский. Несколько позже – Канонерский. Канонир – в русской армии рядовой в артиллерии – пушкарь. Канонерский остров долгое время был учебным полигоном, на нем морских артиллерийских служителей по льбе обучали. Это назначение он утратил после прорытия морского канала. Для обслуживания и ремонта землечерпательного флота, работающего на его строительстве, была устроена слесарная мастерская, которая постепенно превратилась в судоремонтную. А потом на ее базе был организован Канонерский судоремонтный завод, который сегодня по праву считает себя универсальным предприятием мирового уровня по ремонту судов всех типов и классов. Благодаря Канонерскому тоннелю можно легко добраться до Канонерского острова и увидеть с одной стороны простор Невской губы, а с другой – приплывающие по морскому каналу суда. Одни из них пришвартуются в порту, другие же будут дожидаться ночи, чтобы продолжить свой путь вверх по Неве и проплыть мимо ночного города под разведенными мостами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова